Береговая полоса Лазаревского района – это почти половина всех пляжей курорта Сочи. Каждый из 40 здешних муниципальных пляжей к открытию купального сезона был благоустроен. Широкие береговые полосы, эрарии, прокат пляжного оборудования, спасательные вышки и укомплектованные медпункты – это стандартный набор для каждого из городских пляжей. Все это есть в Дагомысе. Однако глава города находит недочеты и отводит подчиненным сроки на их устранение. К примеру, почти на километре пляжной полосы и набережной не создано условий для досуга детворы. Нет и информационных указателей с запретом курения, как, впрочем, и специальных мест, отведенных для курильщиков. Указатель поставить, место для курения, и все на это. Но с курением надо бороться. Потому что если там, скажем, у нас в центре, в Адлере, этому уделяют огромное внимание, то у вас, как с добрым утром, он сидит, выпивает на лавочке. Пляжная инфраструктура курорта должна соответствовать запросам гостей. Поэтому общение с отдыхающими – обязательный пункт программы осмотра любого пляжа. Туристы на пляже «Горный воздух» высказали серьезное замечание. За доступ в туалет с них здесь пытаются брать деньги. По словам главы города, каждое такое нарушение станет поводом для разбирательств. Доступ в туалеты на муниципальных пляжах должен быть бесплатным. И любой арендатор, нарушающий эту установку, подвергается серьезным санкциям, вплоть до расторжения договора аренды. Отдыхающим о таких случаях рекомендуется сообщать на горячую линию Управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города по телефону 8-928-458-1461. Было поручение, буквально, чтобы участковые прошли по всем кафе, ресторанам, везде, где есть. Пройдите и скажите, что первое, все туалеты должны быть доступны, не дай бог, будут закрыты. Потребуются административные меры и для наведения порядка на торговых рядах перед входом на пляж Вардоне. Ларьки, в которых продают пляжные принадлежности, выглядят вполне опрятно. Но их владельцы уплатой налогов себя не обременяют. Земля здесь частная и объекты оформлены, как ИЖС. Глава города пояснил, что муниципалитет готов оказать людям необходимое содействие в оформлении документов для изменения целевого назначения. Но заниматься незаконным предпринимательством и уклоняться от уплаты налогов им дальше не позволят. У них два варианта. Либо они сносят это все и строят как положено, либо переводят эти земельные участки под коммерцию, платят за это налоги. И в соответствии с этим мы даем разрешение, говорим, торговые ряды должны выглядеть вот так. Зато торговать без уплаты аренды и взносов здесь разрешено владельцам личных подсобных хозяйств. Для них у самого входа на муниципальный пляж Вардоне оборудованы торговые ряды, где жители поселка продают овощи и фрукты со своих приусадебных участков. Отдыхающим это новшество нравится, да и в целом они довольны условиями и ценами на отдых на Лазаревском Зморье. Вам нравится здесь? Нравится. Мы второй раз тут уже были. А первый раз когда были? В 16-м году были. Сейчас лучше стали пляжи? Конечно. Обновилось много, много обновилось. Очень хорошо. Мы рады. И нам очень нравится здесь. Закончился объезд пляжных территорий в Головинке. Здесь практически завершены масштабные работы по благоустройству территорий вокруг знаменитого тюльпанового дерева. А сам лириодендрон тюльпаноносный, как по-научному называется этот легендарный исполин, попал в финал конкурса «Российское дерево года». Его итоги будут подведены осенью. Ну а сочинцы и гости курорта уже сейчас могут проголосовать за одну из природных достопримечательностей курорта на сайте организаторов конкурса. Галина Моисеева, Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.